Всем привет! Сегодня у нас будет необычное видео. Я хочу познакомить вас вот с этой девушкой. Привет! Привет! Её зовут Карина. И вы не поверите, как мы с ней познакомились. Однажды я сделала видео о национальной особенности колумбийцев. И там я произнесла следующие слова. Насколько мне известно, в Колумбии нет русскоязычных блогеров. И тут же, буквально через день, я получила от зрителя какого-то, какой-то мужчина-зритель, написал мне, найдите, наберите вот это Карина Мэ, канал Карины. И что вы думаете, представляете, оказывается, даже в Колумбии есть наши люди. И я хочу вас познакомить, потому что мы после этого подружились с Кариной. И уже вот, ну, почти год, наверное, общаемся, периодически говорим по скайпу. И я подумала, что, ну, пришёл момент, когда я хочу вас познакомить с Кариной, потому что Карина делает замечательные видео, в том числе о Колумбии. Ну, а сейчас в процессе интервью вы с ней получше и познакомитесь. Карина, скажи, пожалуйста, как ты умудрилась попасть в Колумбию? Ну, это интересная достаточно такая история. Ну, начну я с того, что сама я родом из Казахстана, а училась, я получала образование выше в Санкт-Петербурге. Но мы не пересекались тогда. Как? Мы тогда совсем не пересекались. Нет, тогда мы совсем с Мариной не пересекались. Вот. И была такая, значит, история. Моя подружка, очень близкая, она познакомилась с полумбийцем. И она встречалась с ним где-то практически год. У них были очень серьёзные отношения. И, значит, приехал друг её парня. И тогда они познакомили нас с моим будущим мужем. И так сложилось в дальнейшем, что я оказалась в Колумбии, то есть вышла замуж. А моя подружка и её парень на тот момент, они сейчас просто друзья и общаются. Но, как бы, у него уже другая девушка, у неё... Так, а расскажи, а твой муж, он приехал в Санкт-Петербург на учёбу или как вообще? Или как турист? Как он оказался-то тут? Мой муж, он лётчик русского вертолёта. А, то есть, как бы, Россия поставляет вертолёты Колумбии, да? И они здесь проходят какое-то обучение, да, как я понимаю? Да, они проходят в России. Вот раньше проходили каждый год обучение на тренажёрах. И, как бы, сейчас уже у них меняются там страны. Сейчас они летают раз в год в Литву. Теперь снова поменяли Хорватия. Но вот на тот момент, каждый год, с 2008 года, они проходили обучение. И вот таким образом мы познакомились. Карина, а на каком языке вы общались? Вообще, как бы, все удивляются, мы общаемся на английском языке. До сих пор? До сих пор. Почему? Потому что мы просто привыкли. Мой муж учит русский язык. Вот буквально в октябре мы ездили в отпуск в Россию. Все мои родственники сказали, какой молодец, какой молодец. Все уже практически понимает на русском. Конечно же, разговаривает с акцентом, как бы, учит русский. Но мы настолько привыкли, что вот все время общаемся на английском. Я, конечно, испанский тоже знаю, потому что я уже здесь живу два года, в Колумбии. Но мы... А ты раньше на испанском говорила или нет? Я учила в университете испанский два года. У нас был, по-моему, два раза в неделю язык. То есть, ну, я учила его, я знала какие-то, да, слова, что-то. Ну, так вот... Практики не было? Нет, практики не было. И когда мы познакомились, я испанский знала, но не до такой усердни, чтобы на нем общаться. Понятно. Мой муж он близкий знает, поэтому... Карина, скажи, пожалуйста, извини, что я тебя перебиваю. Скажи, пожалуйста, вот очень интересный именно момент, когда ты приехала в Колумбию первый раз, как встретила тебя его семья. Ведь в Колумбии такие большие семьи, я просто по себе знаю, это такой всегда клан сплоченный. И очень важно, чтобы они тебя приняли. Да, это очень тоже такие приятные воспоминания, потому что, когда я приехала, значит, он научил маму на русском свою фразу такую, добро пожаловать домой в Колумбию. А, Карина, извини, а ты одна приехала, или... Ну, в смысле, одна к нему, или вы вместе, вдвоем приехали? Я приехала сразу же после того, как закончила магистратуру в июле месяце, в 2012 году сама. Вот, и они меня, конечно, очень тепло встретили. У него большая семья, сестра, брат и родители, много тетей, много дядей. Это понятно, потому что в Колумбии действительно очень большие семьи. И мы, когда я приехала, они написали вот прям на русском, не знаю, на какой-то такой бумаге красивой, русскими буквами, что добро пожаловать домой в Колумбию, у тебя дома. Вот, было вообще так, ну, приятно. И очень хорошая у него семья, мы общаемся, мне очень нравится вообще. Ну, вот, я хочу сказать, что Карина один раз выложила очень интересное видео, мне понравилась колумбийская свадьба, это кто-то из его родственников, близких выходил. Очень интересно мне было тоже посмотреть, понаблюдать за ними. Карина, скажи, пожалуйста, я, кстати, хочу сказать, что у Карины сегодня день рождения, и я лично ее очень-очень поздравляю, я не в курсе была, но очень приятно, что именно в этот день мы можем тебя тут, можно сказать, все с родины поздравить. Вот, ну, в Колумбии сейчас утро, у меня уже такой поздний-поздний вечер, у нас разница 8 часов. Карина выглядит шикарно, она ведет свой блог. Вот, скажи, пожалуйста, Карина, как тебе вот пришло в голову именно открыть свой канал, вот как? На самом деле я не знала раньше о том, что существуют блогеры, какие-то... Ну, я знала, что есть YouTube, но вот то, что там сидят и прям вот так общаются, рассказывают о своей жизни, о разных странах, я не знала. Но когда я приехала сюда, у меня появилось больше времени, и я начала вот смотреть YouTube, это так получилось спонтанно достаточно, и у меня было... я не работала, когда я приехала первые полгода, я еще не работала пока, и было время, поэтому я решила открыть свой канал. И когда я его открывала, у меня была только бьюти-тема, ну, а потом, впоследствии, я уже начала рассказывать и о Колумбии, потому что когда познакомилась с вами, вот, вы мне тогда сказали, что снимать о Колумбии... Да, я ей сказала, снимай, Карина, о Колумбии, потому что ты единственная блогер, которая должна вот, ну, нас просвещать, рассказывать что-то о Колумбии. Мне лично, и само это очень интересно, я думаю, что и многим зрителям тоже интересно, особенно на фоне теперешней такой коллаборации с Латинской Америкой, в принципе, да. Карина, расскажи, пожалуйста, а как вы празднуете семейные вот фиесты, праздники, да? Вот сегодня у тебя день рождения, есть какие-то планы? Ну, сегодня рабочий день, четверг, поэтому мы, скорее всего, перенесем на выходной день празднования, и если на этих выходных получится, то мы поедем в Боготу, это столица Колумбии, где живут родители моего супруга. И обычно мама готовит какой-то обед, какой-то десерт, мы обедаем и празднуем в кругу семьи. Да, но там такие семьи, что это, в общем-то, практически как народу все равно много получается, да? Да. Скажи, пожалуйста, а ты живешь не в самой Боготе, Богота столица, и ты живешь сколько там километров в маленьком городке? Маленький очень город, от столицы, от Боготы мы живем в двух часах езды на автобусе или на машине. То есть не очень далеко, но... А это военный городок, что ли, да? Да, это военный, потому что здесь находится самая крупная военная база в Колумбии, Талимальт она называется. Слушай, а как там, ну, в вашем городке, раз это военная база, наверное, безопасно, а как ты себя чувствуешь, когда, например, в Боготу едешь или ты одна не ездишь? Езжу, да. Раньше нет, конечно, первое время, но сейчас я иногда сама езжу. Вполне нормально, но, конечно, а мне так заботится вся семья моего мужа, что они всегда говорят, что осторожно, осторожно, ни с кем не разговаривай. Ну, то есть в Боготе не так уж и опасно, просто есть какие-то районы, куда лучше, так сказать, не лезть, не то, что ночью, но и днем. Ну, а где живет семья, это вполне такой приличный район, где спокойно и безопасно. Карина, а в вашем военном городке ты нашла себе русскоязычных подружек? Да, я нашла. Правда, вот всего лишь одна семья здесь живет, но они из Украины, и мы очень хорошо общаемся. А она ровесница твоя? Ну, да. Молодая тоже. Тоже вышла замуж, да, за колумбийца? Нет, нет, нет. Нет? Она, в общем, не она, а семья, муж, жена, ребенок, они из Украины. А, оба, да, то есть просто приехали в Колумбию жить, что ли? Нет, они здесь оказались все по той же причине, как и я, то есть из-за вертолета. А, понятно. Потому что он инженер. А, понятно. Так а он потом уедет? Потом уедут они? Да, на три года у них контракт, но потом они могут его продлить, как мне рассказывали, они либо уедут, и тогда уже приедет другая семья. Карина, а вот я хотела бы тебя попросить в плане расширения, так сказать, тем твоего канала, может быть, приготовить какие-то колумбийские блюда. Скажи, пожалуйста, какие тебе из национальных понравились? Ну, вот, например, я просто хочу сказать зрителям, что в Колумбии не очень принято как-то есть хлеб, он у них как бы есть, но они его не больно-то едят и вообще практически не покупают, крайне редко. И едят такие лепешки маисовые из кукурузной муки, которые называются арепы. Они у них обычно хранятся в морозильнике, и каждое утро, ну, я рассказываю про свою, так сказать, семью, да, колумбийскую, достают такую специальную сковородочку с дырочками, да, туда кладут вот эти арепы, и сначала с одной стороны, потом с другой. На самом деле это очень вкусно, мне очень понравилось, и, ну, конечно, хлеб нам по привычке это, конечно, не заменяет, но все равно это достаточно вкусное изобретение, хотя очень простое. Как тебе вообще еда? Расскажи. Я, кстати, планирую, в планах у меня есть снять отдельное видео о кухне национальной колумбийской, вот, ну, арепа мне тоже самой очень нравится, это вот кукурузная, да, как вы говорите, лепешка, и мама, моего мужа, у нее такой бизнес небольшой, она вот как раз-таки готовит, Да? Это называется фастфуд, она делает, да, репу, эмпанадо, это пирожок такой, пирожки с мясом. Маленькие такие колумбийские. Да, 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 очень вкусно, мама его очень вкусно готовит, мне очень нравится. Еще мне из кухни очень нравится суп, который, по-моему, называется санкочо. Санкочо, да. Он такой, как сказать, непрозрачный, да, вот как у нас там принято, и все овощи перемолотые, то есть... А, подожди, подожди, а, ну, это, видимо, там у вас в богате, а вот в Медельине, например, там не перемолотые санкочо, там все-таки, наоборот, крупными кусками плавало. Да, там... От региона, видимо, зависит. Кукуруза, да, она перемолотая, поэтому суп имеет такую консистенцию, как бы густоватую. Но в то же время, да, желтенький, и в то же время там куски, вот, ну, кусками крупные, да, порезанные овощи, картошка, и еще мне нравится вот кукурузу, они прям как бы так кусочком выкладывают в суп, это очень вкусно. Это одно из моих вкусов. Так, слушай, с тебя, наверное, тогда кулинарное видео, рецепт санкочи к Новому году. Хорошо, обязательно. Короче, не дали, не дали разрешения, да? Не дали, но со временем, когда познакомились с моим мужем, увидели, что он ответственный, и тогда все как бы так и сложилось, потому что я уехала. Кстати, я хочу сказать, что в Колумбии, вот, явное такое, скажем так, по количеству мужчин, скажем так, по количеству мужчин, Колумбия мужская страна. И поэтому в Колумбии, особенно вот я заметила такие, ну, мужчины, молодые люди, выходцы из таких вот, ну, хороших семей, они становятся вообще-то хорошими семьянинами. То есть, вопреки вот, ну, как бы бытующему мнению, что все латиноамериканцы, они такие ветреные такие. Ну, я вот заметила по колумбийским родственникам вот моего мужа, что они все своих жен боготворят, что у них достаточно прочные браки, что они вот, ну, для жен как бы очень много чего и делают. Вот многие жены вот у них на пьедестале, так же, как и матери, кстати, это очень характерно. Конечно, я не говорю сейчас обо всех, это понятно, все разные, но вот все-таки мне показалось, что такая национальная черта присутствует. Как ты обратила на это внимание? Согласна или нет? Конечно, да, я согласна с вами на сто процентов, потому что колумбийцы действительно мужчины, они очень заботятся, они семьянины, заботятся о своих женах, они любят детей. И, да, действительно, здесь по соотношению в процентном больше мужчин, чем женщин, и поэтому они более, как бы сказать, не такие, как сказать, расхлёбанные, или как это выразится, они стараются, да? Да. Делать детей лучше, стараются, понравятся женщине, вот, и поэтому колумбийцы вообще очень хорошие мужчины. Это точно. Ну что, Карина, я очень тебе благодарна за это интервью, а зрителей моего канала я приглашаю, так сказать, посетить канал Карины. Надеюсь, что вам тоже будут интересны ее видео, и я думаю, что было бы Карине, например, очень интересно, если бы вы ей задавали вопросы, подбрасывали идеи для видео, потому что она девушка талантливая, это она сегодня так, как-то так, очень тихо так говорит, на самом деле у нее очень хорошие видео, она, я думаю, сможет раскрыть и тему Колумбии, и другие интересующие многих вопросы, так что, я думаю, Карина, тебе зрители подбросят темы, и ты будешь потом впоследствии снимать такие видео. Ну что, а на сегодня еще раз тебе, Карина, огромное спасибо, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего-всего-всего-всего самого-самого лучшего, здоровья, терпения, удачи, побольше денег, успеха твоему блогу, твоему каналу. Вот, ну что, и я думаю, да, впоследствии, может быть, мы еще запишем с тобой какие-то видео, и я рекомендую, конечно же, канал Карины. Спасибо, Марина, большое, очень приятно было с вами пообщаться сегодня. Ну все? Во всем, всегда, как бы, приятно с вами общаться. Спасибо, дорогая, а мне всегда хочется поддержать Карилочку, потому что она ровесница моей дочки, делает такие замечательные видео, еще и Колумбия нас как-то так с ней связала, вот. Ну что, дорогие зрители, всем пока-пока! Пока-пока! А ты передай поцелуи горячие из Колумбии! Всем пока! И передаю горячие поцелуи всем-всем!